Выборы президента нашей страны завершились. Владимир Путин одержал уверенную победу. Окончательные итоги голосования будут официально объявлены 21 марта. Мы предлагаем посмотреть, как проходило голосование в Славянском районе. Выборы проходили в течение трех дней. В Славянском районе для избирателей было подготовлено 68 избирательных участков. Начиная с 8 часов утра, 15 марта, славянцы активно шли голосовать. Многие приходили на избирательные участки с семьями. Мы живем в этой стране. Здесь будут жить наши дети, наши внуки. Хочется, чтобы страна процветала. И хочется делать правильный выбор за того кандидата, которого вы считаете нужным. На избирательных участках славянца встречали по-кубански радушно. Угощали пирогами. Впервые голосующим вручали небольшие подарки. Меня поздравили, подарили обложку на паспорт. Очень неожиданно и приятно. Мне все очень понравилось. Я голосую сегодня впервые. Очень волнительно. Но я знаю, что это очень важно для моей страны. И этим я делаю большой вклад в ее развитие. Для тех, кто не мог по состоянию здоровья посетить свой избирательный участок, было организовано голосование вне помещения. В течение всех трех дней выездные избирательные комиссии выезжали по заявкам славянцев. Я всегда каждый, ни одни выбора не пропустила. Почему это важно? Ну, не знаю почему. Я думаю, что сейчас такое положение. Нужно крепкого руководителя, который действительно все сделает. И должны мы помочь ему тоже, чтобы он все это крепко сделал. В целом, выборы в нашем районе прошли спокойно, без нарушений. Завершилось голосование в 20 часов 17 марта. На участке была в целом все три дня спокойная обстановка. Люди шли с радостью. Те, которые ранее записались вне помещения, нам позвонили и отказались, чтобы к ним приезжали, пришли сами. Мы радовались искренне за них. Они поздравляли нас с праздником. С самого утра была очередь. Они желали, чтобы страна росла и просветала. После закрытия участков члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. В Славянском районе было включено в список избирателей 95 801 человек. Проголосовало 83 410 человек, что составило 87%. По результатам обработки бюллетеней, больше всего своих голосов славянцы отдали в поддержку Владимира Путина. Он набрал в нашем районе 90,3%. За Харитонова проголосовало 5,2% жителей. За Слудского – 2,1%. За Даванкова – 1,6%. В целом, по данным Краевой избирательной комиссии, наш регион показал исторически рекордную явку – 90,6%. И абсолютный рекорд голосов – более 3,7 миллиона – отдана за Владимира Путина. Окончательные итоги голосования будут официально объявлены 21 марта.